На этом уроке мы начинаем морфологический разбор Суры «Альмасы» Пальмовые волокна Когда пропадут, пропадут руки Абу Лахба и сам он пропал Таббат в основе таббат – это фиалин мадн, глагол прощающего времени По модели фаала Таббат я тибу таббан ва табабан Таббат я тибу в основе Имеющийся на конце этого глагола таббат – это таббат танифис сакината Сакунированная та, являющаяся признаком женского рода Таббат или таббаба в основе это фиалин суласин муджарадин Трехбуквный глагол первообразной формы, то есть без добавления Сахихан – здоровый глагол Леннаху халин мин хуруфи лаллит, так как он свободен от слабых больных букв Алифа вау ия Лакиннаху гайру салимин леннаху мудаафан Однако это неправильный глагол, так как это удвоенный глагол Удвоенный глагол – это глагол, у которого айн и лам, то есть его вторая и третья корневая буквы являются однородными, одинаковыми Как мы видим, здесь в этом глаголе таббат, таббаба в основе, его вторая и третья корневая буквы или коренная буква – это буква ба Как мы видим, наличие однородных букв в корне приводит к изменению внутри этого и подобных ему глаголов Из-за чего он и был отнесен к виду неправильных глаголов В данном глаголе таббаба произошел идгам Таббе, то есть слияние двух однородных букв в одну удвоенную букву ба Вол идгаму гуна ваджбен удвоение, слияние двух букв ба в одну удвоенную букву, здесь является обязательным Лен куллян мин л-харфейн л-мутэмай-талейны, так как обе однородные буквы являются мутахарриканы, огласованными, обе огласованы Это является общим стандартным правилом, например, мадада-ямдуду в основе и мадада-ямуду в итоге Мали-ля-ямляну и маль-ля-ямалну, фарара-яфриру и фарара-яфирру Если полезно будет отметить, что глагол мудааф приходит из шести пород трех букв на глагол только по троим породам ЛАЯТИ ЯНИ ЛАЯКУНУЛЬМУДААФУ ФИЛЬФИАЛЬСУЛАСИИ ИЛЛАФИИ САЛАСИИ ТАБУАБИН АЙ АЛАБУАБУЛЬТИ ЯХТАЛИФУФИЯХАХАРАКАТУЛЬ АЙНИ ФИЛЬМАДУВАЛЬМУДАРА То есть, бывает только в тех породах, в которых огласовка айна, то есть огласовка второй коренной буквы бывает разной формы прошедшего и настоящего будущего времени То есть, трех породов Значит, мудааф не бывает в глаголах остальных трех пород, в которых айн, то есть вторая коренная буква, огласована одной и той же огласовкой в форме прошедшего времени и форме настоящего будущего времени Значит, мудааф не бывает в глаголах породы ФАЛЬАЯФАЛЬУ, ФАЛЬАЯФУЛЬ и ФАЛЬАЯФАЛЬУ, за редким исключением, как, например, ЛАББАЯЛУББУ, ЛАББУБА и АЛЬБУБУ в основе Значит, если кто-то подумает, что МАЛЛЯЯМАЛЬУ, например, это порода ФАЛЬАЯФАЛЬУ, и что в основе было МАЛЯЛЯЯМЛАЛЬУ, мы поймем, что это ошибка, так как мудааф не приходит по породе ФАЛЬАЯФАЛЬУ Более того, здесь отсутствуют условия, о которых мы неоднократно говорили, а именно то, что если это глагол по породе ФАЛЬАЯФАЛЬУ, то его АЙН или ЛАМ, то есть его вторая и третья корневая буквы должны быть гортанной буквой ХАМЗАХА, АЙНХА, ОГОЙНХА, а как мы видим, здесь этого нет Дальше ЕДА, ЕДА это имя, мы уже разбирали раньше, сказав, что основа ЕДУН была ЕДУН, после чего последнюю букву Я удалили, не будем все это повторять Изначально здесь было ЕДАНИ, но из-за ИДАФА и ИДАФА, то есть присоединение этого слова к следующему за ним слову АБИЛЯХАБИН, ну на конце был удален, следствие чего у нас вместо ЕДАНИ осталась ЕДА В части синстекса мы подробно поговорили об этом, АБИ это имя здесь в родительном падже, АБИ это имя здесь в родительном падже, МАЧРУРН, АБУН в основе было АБАВУН, после чего буква ВАУ на конце была удалена и у нас осталась АБУН, на это указывает его форма двойственного числа АЛЬМУХАННА АБУВАНИ, где удаленный ВАУ возвращается, а также его множественное число АБАУН в основе, также его форма, уменьшительная искательная форма, УБАИН, УБАИВУН в основе, значит АБУН или АБУВАН в основе это ИСМУН СЛАСИЮН МУДЖАРУДН, трех буквенное имя без добавления, первообразной формы, ГОЙРУ САХИХИН, ГОЙРУ САЛЬМИН, так как его ЛАМ, его третья корневая буква является слабой буквой ВАУ, ХАРФУЛЬТН, если мы видим, что какое-либо имя с изменяемым окончанием формально состоит из всего лишь двух букв, то мы должны понимать, что его третья буква была удалена, последняя буква была удалена, так как минимальная корневая количество букв имена с изменяемым окончанием, АЛЬМУАРБАТ должно быть три, если мы видим, что только две, то это означает, что третья была удалена, например, ЕДУН и ЕДУН в основе, АХУН и АХУН в основе, ДАМУН и ДАМУН или ДАМУН в основе, ФАМУН и ФАМУН. ЛАХБУН, ЛАХБУН, это имя по модели ФАМУН, ИСМУН, ДжАМИН, непроизводное имя, ИСМУН, СЛАСИН, МУДЖАРУДН, САХИХУН, САЛИМ, трехбуквенное имя первообразной формы, здоровое и правильное имя, ОТАББА, АЛЬВАУ, это ХАРФ, значит пропускаем его, ОТАББА мы уже с вами разобрали, Аллаху ААНАМ. САХИХУН